Пятая научно-практическая конференция «Охрана окружающей среды и обращения с радиоактивными отходами научно-промышленных центров» собрала ученых и практиков в деле вывода из эксплуатации радиационно-опасных объектов и реабилитации территорий. Организатор конференции предприятия «Радон» – один из мировых технологических лидеров в сфере обращения с радиоактивными отходами. Предприятие входит в структуру госкорпорации «Росатом». В 2018 году действительно «Радон» получил статус отраслевого оператора по выводу из эксплуатации объектов ядерного наследия. И с этого года началась другая деятельность «Радона». Она стала более расширенной. То есть в состав «Радона» вошло несколько активов – это объекты, использованные от энергии, в отношении которых «Радон» будет осуществлять деятельность по выводу из эксплуатации, по поддержанию в безопасном состоянии и по обращению с радиоактивными отходами. Задача предприятия – найти оптимальные способы обезвреживания и безопасной локализации радиоактивных отходов. Конференция – площадка для ученых, где они могут обмениваться результатами своих научно-исследовательских разработок. Весь опыт «Радона», мой личный опыт показывает, что, к сожалению, одинаковых объектов нет. И каждая технология уникальная. Но конкурентное преимущество «Радона» в том, что, собрав себе активы по пунктам хранения и археактивных отходов, в основном уже заполненных, а зачастую остановленных, мы можем вот эти уникальные технологии типизировать, стандартизировать, после этого добиться снижения сроков и стоимости вывода из эксплуатации. Это очень важно для государства. Это не приносит доходов. Это затраты. А снижение затрат – это значит, мы больше сделаем объектом. К примеру, университет имени Менделеева сотрудничает с «Радоном» с 1986 года. Там по целевым направлениям готовят специалистов для предприятия и занимаются научными разработками в интересах «Радона». Два года назад мы заключили такой научно-исследовательский договор, который, я надеюсь, перерастет уже в конкретно практические дела. И сегодня я буду докладывать на конференции. Мы изучили в рамках научного договора самую глобальную проблему сегодня мировую всегда. Это проблема «Радона», его улавливания. Ну и поскольку «Радон» получил свое название от «Радона», который вокруг нас, в котором мы все дышим, и вы знаете, проветривает нам помещение и так далее. И наше предложение касается минимизации выбросов «Радона» на «Радоне». Сегодня я сделаю на этом доклад и конкретные технические предложения, что мы предлагаем построить на «Радоне». Обращение с радиоактивными отходами – одна из глобальных проблем человечества. «Радон» с первых лет существования является локомотивом в деле обезвреживания и хранения радиоактивных отходов, потому что методично собирает практический опыт и научные разработки в этой области. Оксана Мирошникова, Антон Каврижных, программа «События».